Привет, дорогие дачники, садоводы, огородники и все те, кто интересуется загородной жизнью. Конечно, не все могут себе позволить приехать на свой участок зимой, но, может быть, у вас будет такая прекрасная погода, как у нас сегодня, солнышко, и захотите навестить свою дачу, я расскажу, что можно сделать и нужно сделать в зимний период, какие есть работы. И давайте полюбуемся моей красотой, потому что в этом году выпало огромное количество снега. Друзья, я уже два раза вызывала трактор, чистили дорогу, а тут уже дорожки даже уже не чистим, потому что снег валит и валит. Посмотрите, как выглядит мой мостик зимой. На самом деле пруд у нас еще можно увидеть, это не просто так, у нас полынья, и это сделано для рыб, потому что рыбам в зимний период необходим кислород, и вода тут у нас никогда не перемерзает, одна часть пруда полностью перемерзла, мы катались там на коньках, развлекаемся. А тут вот так водичка и течет, несмотря на то, что сейчас минус 30. Я нашла время для съемок. А вот так сейчас выглядит мой огород. На самом деле для огорода просто прекрасно, когда стоят такие морозы, когда много снега, наша земля напитается влагой, и то же самое нужно сделать в теплице. В теплице, к сожалению, снежок не попадает, а мы с вами обязательно должны его закинуть в теплицу. Пойдемте, я расскажу. У меня тут вот около теплицы стоит всегда лопата. Я прочищаю вход в курятник, и заодно закидываю в теплицу. Делаю это абсолютно без напрягов, у меня нет такого, что целый день я посвятила тому, чтобы накидать снег в теплицу, нет, буквально 2 минуты в день, по 3, 4, 5, 10 лопат, как есть настроение, закидываю. И вот так сейчас выглядит моя теплица. Пойдемте покажу. Здесь у меня росли сидираты, помните, я их сеяла. И вот это отличная дополнительная влага, которая позволит не поливать нам теплицу где-то до середины июня. Не забывайте счищать снег с крыши, если у вас крыша сделана таким образом, что может проломиться. Я никогда не счищаю, но мне кажется, с такими сугробами нужно озадачиться этим и мне. Снега можете прям закидывать смело, еще я знаю, это такой способ, когда снег сырой. Я, например, предпочитаю, пока он сухой, пока он легкий. Кто-то дожидается, когда он становится сырой, скатывают снеговиков и вот так вот закатывают в теплицу. Мне кажется, это как-то сложно. Просто раз-раз лопаткой накидал. И еще один такой момент. Видите, дверь моей теплицы открыта. Это не просто так, я советую вам это делать тоже зимой. Для того, чтобы наши грядки хорошо промерзли. То есть у меня сначала грядочки промерзали, были морозы, это лишь потом я накидала снежок. Зимующие насекомые, которые в грунте у нас остались, они так и перезимуют, если дверь в теплице будет закрытой. Многие мне написали, а что в теплице там Ташкент? Ну вот знаете, я стою сейчас в теплице и тут гораздо теплей, гораздо. Особенно, когда сейчас будет февральское солнце. Поверьте, тут бывает и 10 градусов тепла, когда на улице минус 20. Достаточно солнца, поликарбонат у нас срабатывает как лупа. В теплице всегда тепло. Да, конечно, тут бывают минусовые температуры, я не спорю. Но все-таки для зимующих насекомых лучше минус 15, минус 20, чтобы все погибли и не мучили в дальнейшем ваш урожай. Насекомые погибли, закинули снежок, увлажнили теплицу. Вообще супер. А то есть такое мнение, что снег мы кидаем для того, чтобы земля была живая. И я всегда задаю вопрос, когда она успела умереть, живая земля, чтобы земля была живая. Мы с вами каждый год добавляем бактерий, полезных микроорганизмов, которые работают в нашей земле. Поэтому не переживайте, даже если мороз, они никуда не деваются, все будет, как только придет тепло. Все бактерии начинают работать от 10 градусов тепла. И пойдемте еще покажу, что необходимо делать зимой. Это касается наших хвойных растений. Плодовый сад от таких сугробов вряд ли пострадает. Необходимо весь снег с хвойных растений обязательно счищать. Почему не делаю этого я? Потому что растения у меня взрослые, потому что я их стригу и прищипываю. От снега они у меня никогда не разваливаются. А если у вас туи, обычные туи, даже вот такие взрослые, от снега могут развалиться, когда вы их не стрижете. У них нет вот этой плотной кроны. Тут крона настолько плотная, что ничего им не будет. Но если, опять же, снег будет сырой, тогда сделать это надо. Неважно, какие растения, бережем наш хвойный сад. Следите за этим. А с вами был ваш нетипичный фермер. Увидимся в следующих видео. Начинается посевная. Я вас жду уже в тепле дома. Будем сеять все на рассаду и предвкушать новый сезон. Всем пока! Я ухожу! Холодно! Субтитры создавал DimaTorzok